Генеральный партнер Здравствуйте! Новости на телеканале АТВ. С вами Алексей Кузнецов. В ближайшую минуту о наиболее значимых событиях в Бурятии. И вначале коротко о главном. Несправедливо. Я вообще считаю, что несправедливо. Вейн да положь. Руководство Бурятгаза обвинило работников в своей заправке в крупной недостаче. У подчиненных взаимные претензии. Мы, честно, готовы и в три смены учиться, лишь бы сохранить классы и коллектив. Победа, которой все же рады не всем. Ученики 40-й школы переедут в новое здание. Это просто безобразие здесь творится. Полное. Грустный юбилей. В Гусиноозерске 50 лет не могут отремонтировать центральную трассу города. Вот это благодарность за достойную работу. Полтора миллиона рублей повесило на своих сотрудников руководство компании Бурятгаз. К нам в редакцию обратились шокированные сотрудники газозаправочной станции на улице Дорожной. Начальство обвинило их в хищении газа на полтора миллиона рублей. В конфликте разбиралась Екатерина Устюшенко. Вот уже две с половиной недели Ирина Новикова не находит себе места. Проработав на этой газозаправочной станции 18 лет, она и подумать не могла, что ее и других работников руководство компании обвинит в хищении 60 тонн газа на сумму около полутора миллионов рублей. Вообще это, во-первых, сумма такая значительная. Как бы если я говорю даже вот 4 апреля, а не увидев то, что у нас идет недостача, ну почему бы нас не собрать и нам не сказать. Работая 24 часа, вырабатывая на них деньги, вы извините, ну не знаю, несправедливо, я вообще считаю, что несправедливо. И как-то делается все помимо рабочих. Недостача, по мнению руководства, накопилась за год. Если сделать нехитрый расчет, то чтобы слить 60 тонн топлива в месяц нужно сливать по 5. Не такие уж и маленькие объемы, чтобы остаться незаметными. При этом на станции периодически проводили инвентаризацию и все было в порядке. Это получается где-то по сотне, по тонне в день, в сутки должны своровать. Но куда это газ, это не вода. Удивительное совпадение. Недавно всех работников заправки попросили подписать документы о материальной ответственности. Да еще и задним числом за 2017 год. Сначала ставить свои подписи на сомнительных бумагах они не решались. Ну он пришел, говорит, ребята, подпишите договора, ну просто у нас потерялись, значит ушел у нас юрист, потерялись документы, ну надо возместить. Ну человек он нормальный, хороший человек, отзывчивый. Но мы и подписали. А уже через неделю после этого в бухгалтерии образовалась недостача. Возмущенные работники провели свое расследование. Накладная, вот бурят газу, отпущено 15,259. Наша же бухгалтерия отписывает нам совсем другую сумму, которую мы ставим на приход. Вот это уже, это сначала вторая цифра была. Потом итоговая сумма, которую мы ставим на приход, 17,140. Почти две тонны разница бьет. И постоянно нам приходят газовозы, нам бухгалтерия всегда отписывает. Вес уже совсем иной, нежели который они принимают. Я задавала вопрос, я говорю, кто это контролирует? Почему неопломбированные газовозы приходят, во-первых? А такого контроля нет. То есть, а сейчас на нас хотят повешать вот эту сумму. И прямо в момент съемок подъехала начальница заправки. Казалось бы, вот он повод объясниться. Но нет. Можете прокомментировать ситуацию, которая сотрудниками произошла? Я говорю про недостачу. Все, ладно, я поняла. Давайте я ваше достоверение встуографирую. Пожалуйста. А мы сейчас к вам приедем на Бурюбинск. Конечно, приезжайте. Не прошло и пяти минут, как мы приехали в офис компании. Но ни начальница заправки, ни директора Бурятгаза Алексея Ивановского на месте не оказалось. А можно переговорить с Алексеем Ивановичем и Ивановским? Он выехал. Когда? Его нету сейчас. А где? 10 минут назад он выехал. По всей видимости, конфликт на предприятии придется решать в прокуратуре. Сотрудники заправки намерены обратиться туда за помощью. А телекомпания АТВ продолжит изучать эту запутанную историю. Екатерина Стюшенко, Вячеслав Батуев, телекомпания АТВ. Кафе «Оскар», отравившее своих клиентов, прикрыли. Пока на 90 суток. По решению Железнодорожного районного суда. Напомню, в середине июня в этом лондонском общепите 25 посетителей заразили салимонеллезом. Среди заболевших – четверо детей. Список выявленных нарушений в кафе впечатляет. Туалеты убирал кухонный работник. Холодильники и плиты грязные и липкие. Один и тот же инвентарь использовали для приготовления сырой и готовой продукции. А мясо и фрукты хранились в одной морозилке. Ученики из 40-й школы переезжают в новое здание. Комитет по образованию наконец-то поставил точку в нашумевшем деле. Напомню, больше двух недель школьники были в подвешенном состоянии. Классы и педагогов могли расформировать в разные учебные заведения. Как решили проблему, узнала Марьян Басканян. Родители добились своего. В 40-й школе удалось сохранить классы и педагогический состав. Учеников в полном составе переведут в здание бывшего учебно-производственного комбината. Поскольку такая уж ситуация сложилась, то было принято решение, что в здании на Пушкино, 40, будут учиться дети 40-й школы. Все они, конечно, туда не войдут. Поэтому будем надеяться, что получится две смены. Совсем скоро здание 40-й школы освободят. Всю мебель перевезут в новое место. Казалось бы, конфликт исчерпан. Но мнения родителей все же разделились. Кто-то настолько рад, что готов самостоятельно делать ремонт в новом здании. А кого-то такой вариант не устраивает. Для меня, к сожалению, этот вариант неприемлемый. Потому что мне важно, чтобы школа была в пешей доступности. Поэтому, к сожалению, нам придется переводиться в другую школу. Конечно, это стресс, потому что это другой класс. Нам нравятся учительницы, нравятся одноклассники. Мы бы хотели остаться. Но в данной ситуации у нас нет такого выхода, нет такого варианта. Мы не можем себе позволить переехать в эту школу. Вообще, конечно, мы, честно, готовы и в три смены учиться, лишь бы сохранить классы и коллектив. Я думаю, что эти неудобства тоже все терпимо. И мы на это готовы. У нас очень большинство родителей вообще, на самом деле, очень рады. Поэтому мы в эту школу идем, мы в ней будем учиться. Мы очень рады этому зданию, и поэтому нас это не пугает. Что касается судьбы аварийного здания, то уже к концу этой недели власти примут решение – сносить его или реконструировать. В любом случае, на этом месте будет только школа. Сегодня выяснилась судьба и другого социального объекта города. Сиреневый бульвар не тронут. Обещания дали в Комитете по архитектуре и городостроительству Улан-Удэ. Однако изменения на улице Октябрьской все же произойдут. Планы городских властей выяснил Алексей Петров. В нашумевшей истории поставлена точка. Весь последний месяц жители ПВЗ бурно возмущались слухами о сноси Сиреневого бульвара. Ну как это сквер не нужен? Тут и фонтан, и зелень. Сегодня власти дали официальный ответ. Сиреневый бульвар остается как есть. То есть все слухи и домыслы о том, что он будет снесен – это неправда. Однако в каждом слухе есть доля правды. Дорогу здесь все же проложено. Согласно генплану города, проезжая часть когда-нибудь появится между бульваром и жилым домом. Вы видите, с северной стороны, максимально не трогая Сиреневый бульвар, планируется автомагистраль. Но она на сегодняшний день, в ближайшее время, не будет построена, поскольку сейчас у города нет на это средств. Деньги есть пока на благоустройство площади Славы. Вскоре большую ее часть займет стоянка для машин. Но также появятся тротуары, а старые киоски заменят на современные павильоны с санузлами. Но и здесь есть нюансы. Хозяева многих киосков беспокоятся, что в новых условиях для их малого бизнеса не останется места. Мы посмотрим, да, вот. У нас половина киосков здесь закрыта, да? Нет, ничего подобного. Вот этот, тот все работает, он там. Хорошо, ну, смотрите. То, что вы думаете. Вы всегда тут... По-разному можно думать, да, но мониторинг он шел не первый день. Никто останется. Никто останется. Будет разыгрываться, да? Комитет потребительского рынка и транспорта будет разыгрывать этот лот. Будут разыгрываться 10 мест. Почему 10 мест? Потому что, во-первых, как я выше сказал, что 20 квадратов, чтобы это удобные были павильоны, да, это старый соцгород. Поэтому киоски у нас примерно в такой же тематике должны быть. Коммерсанты должны убрать свои киоски до 15 июля. В противном случае их павильоны снесут. Три человека задохнулись в колодце в селе Средний Убукун Селенгинского района. Как пишет Байкал Дейли, 60-летний житель решил поливать огород с помощью мотопомпы, которую поместил в колодец глубиной 8 метров. Устройство стало выделять выхлопные газы. Мужчина надышался угарным газом и потерял сознание. На помощь бросился сосед. Он спустился в колодец и тоже потерял сознание. Его хотел спасти 41-летний родственник, но трагический сценарий повторился. По словам следователей, погибшие нарушили технику безопасности. Основная версия следствия – несчастный случай. Из Селенгинского района сегодня вообще нерадостные новости. Так, например, жители Гусиноозерска буквально задыхаются от пыли и песка, которые идут с центральной трассы города. В конец убитую дорогу не ремонтировали полвека. На проблемное место выехал Ченгис Ачиров. Улица Проезжая. Ее название звучит как оксюмарон, так как для езды эта дорога явно не предназначена. Разве что танки чувствовали бы себя здесь комфортно. Больше 50 лет эту трассу не ремонтировали. Как и токодни, ямы, ухабы, убитые подвески, а вместе с ними и нервы. Когда машины очень много идут, получается, дышать нечем. Окна открыть мы не можем. Ну и явно, раз пыль идет, это наши огороды, они идут, и чем мы дышим, и прочее, прочее. Пыль стоит столбом, машина постоянно грязная. Ну и соответственно, то, что я здесь живу, да, в огороде ни белье не повешать, ничего. Это прямо и со стороны как жителя, как пешехода, и со стороны как водителя, да, это просто безобразие здесь творится, полное. Хождение по инстанциям ничего не дает. Бесполезно. Никто этот вопрос никогда не решит. При этом критическое «никогда» здесь вполне имеет смысл, так как наболевшую дорогу почему-то даже не включают в перечень работ по благоустройству города. Вот 18-й год стоит, проезжей улицы нету. 19-й год проезжей улицы нет, 2000 на 20-й проезжей улицы нет. И 21-й, 22-й тоже нету. На данный момент у нас нигде в списке нет. Причем проезжая трасса – это единственный путь до Гусенозерской ГРЭС, оттого и бесконечный поток машин в обе стороны, которые изо дня в день добивают и без того измученную дорогу. Интересные факты в том, что если проехать чуть выше злосчастной улицы, прямо к зданию администрации, дорога становится просто отличной. Видимо, местные власти пекутся только о себе, а не о том, что остальная часть города задыхается от пыли и мучается на колдобинах. Алексей Цыденов сегодня работает в Кижингинском районе, встречается с местными жителями и участвует в открытии ряда социальных объектов. За рабочей поездкой главы следит наш корреспондент Будамунхоев, и сейчас ему слово. Здравствуйте, Алексей. Прямо сейчас я нахожусь возле будущего спортивного комплекса Кижинги. Над ним работу начали еще в прошлом году. Выделено более 100 миллионов рублей. И через пять месяцев, в ноябре, он откроет свои двери для всех жителей села. В целом, список строя объектов района достаточно обширный. Это мостный трекой Кадун, или, например, есть схожий, но меньший по масштабу проект спортзала в селе Узытуй. Но пока денег на его завершение не хватает, поэтому местные жители просили помощи у главы республики. Алексей Цыденов пообещал решить вопрос. Тем временем приятно поведать о недавно завершенном здании детского сада Наран, в переводе с «Бурятского солнышка». Знаете, своеобразная первая ласточка – символ светлого будущего и эдакого обновления Кижингиевского района в лучшем слое. Пока у меня на этом все. Больничные листы в бумажном виде уходят в прошлое. Уже через полгода Бурятия полностью перейдет на электронный вариант бюллетеней. Напомню, ранее республика вошла в число 13 пилотных регионов, где изменили систему выдачи больничных. Сейчас всех работодателей вносят в общий электронный реестр. Новая программа позволяет сэкономить время на заполнении бумажных бланков, а пациент, к тому же, может следить за начислениями в личном кабинете на сайте госуслуг. Сегодня абсолютно все граждане, кто воспользовался данными сервисами, кто уже получил электронные риски нетрудоспособности, соответственно, преимущества этого всего подтверждают. На сегодняшний день пособия по электронным больничным перечислили на банковские карты уже 9 тысяч жителей. Задать интересующий вас вопрос по этой теме вы можете по телефону горячей линии, которую вы видите на своих экранах. Плохие кадры не решают ничего. Министерство экономики Бурятии обеспокоено нехваткой квалифицированных специалистов на предприятиях. При этом выпускники вузов республики каждый год пополняют ряды безработных. Проблемный вопрос сегодня решали на круглом столе в правительстве. Подробности у Ильи Балханова. Проблема есть, и мы не будем ее замалчивать. Этими словами министр экономики открыл круглый стол по нехватке квалифицированных кадров Бурятии. В республике более 40 тысяч безработных и треть из них молодежь. При этом представители министерства образования сегодня заявили, что подготовка кадров идет в рамках нормативов. И тут же приняли удар критики на себя. Агрономов нет, животноводов нет, станочников нет, трактористов нет. Этого нет, этого нет, этого нет. Так возникает вопрос, а где же все эти люди? Или мы не тех готовим, или мы не туда готовим. Поэтому давайте несколько, так сказать, вектор нас сместим. Не на нормативы там отведения того или иного, а все-таки искать способы. В качестве решения проблемы власти предлагают ввести новые стандарты подготовки кадров к Бурятии. Повысить взаимодействие между отраслевым министерством, между бизнесом, между вузами и СУЗами. Потому что нам необходимы те кадры, которые именно востребованы в экономике. Во многом у нас проблематика такая, что мы готовим по специальностям, которые не востребованы. Для бизнеса, для предприятий, для того, чтобы обеспечивать реальную, актуальную базу вакансий. Остальные участники круглого стола могут официально внести свои предложения до середины июля. Илья Балханов, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ. Подарок с подвохом. Прокуратура Советского района обязала Театр Байкал избавиться от свалки на подаренной им территории. Напомним, ранее эта земля принадлежала Центральному стадиону, затем ЗАГСу. В какое время на пустыре образовалась свалка, чиновники точно сказать не могут. Тем не менее, суд поддержал надзорные требования. И теперь артистам предстоит своими силами вывезти около 5000 кубометров мусора. Призываем всех горожан помочь нам в уборке, всех поклонников Театра Байкала, всех неравнодушных. Выйти вместе с нами на уборку территории, пообщаться с артистами Театра в непривычной обстановке. Ну и, соответственно, помочь экологии. Уборка силами талантов и поклонников будет проходить 11 июля в 3 часа дня на набережной Улан-Удэ. Коллектив АТВ поддерживает просьбу артистов. И мы не только будем освещать ликвидацию свалки, но и примем в уборке непосредственное участие. Стражи дорожного порядка, властелины жезла или просто честные гаишники. Как только не называют в народе сотрудников ГАИ. Сегодня их ведомство отмечает 82-ю годовщину образования. В Бурятии прошло торжественное собрание для действующих сотрудников и ветеранов службы. Хочу выразить благодарность личному составу, поддержлению ГИБДД, МВД по республике Бурятия, ветеранам службы, за ту работу, ежедневную работу, которую делает личный состав, не считая с личным временем, рискуя своей почистую, иногда жизнью и здоровьем, обеспечивает правопорядок и безопасность на дорогах. На сегодня на дорогах республики ежедневно несут службу более 400 сотрудников ГИБДД. На праздничном мероприятии лучших представителей профессии наградили за заслуги перед Отечеством благодарственными письмами и грамотами. Экологический рейд провела общественная организация «Дети Байкала». В него отправились в том числе и подростки из пяти районов республики. Энтузиасты наглядно демонстрировали, как даже в бытовых мелочах можно уменьшить загрязнение окружающей среды. Я сам, например, хожу по магазину с такой сумкой-авосикой, как раньше в советские времена, чтобы как можно меньше использовать пластиковые пакеты. Я считаю, что все зависит от каждого из нас. Как мы относимся к миру, такой мир и будет вокруг нас. Школьники вместе с наставниками посетили священные места Бурятии. Так они очистили берег Байкала от мусора и установили плакаты, напоминающие убирать за собой. Экологический поход стал возможен благодаря поддержке фонда президентских грантов. И на этом пока все. Более подробно о событиях в республике вы всегда можете узнать на сайте АТВ и в наших аккаунтах в соцсетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Покупайте в «Абсолюте выгодно» с 25 июня по 8 июля. Мороженое «Пломбир» 48 копеек со скидкой 50%. Всего 28 рублей. Только в «Титан Стрелка». Бананы всего 55 рублей. Проспект «Автомобилистов» 19. Все на природу. В «Титане». Аппетитный шашлык на Байкал всего 199. Город – это люди, дома, предприятия. Мы создаем мир вокруг себя. Мы строим наш город. Промгражданстрой. Продажа квартир по выгодным условиям. Телефон 410-210. Охранное предприятие «Дельта» всегда на страже вашей безопасности. Продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова